8 июля 2024 год. Опять Путин заговорил про перебили. Ребятки, Капутин, я настаивал на то, что это будет моль, которая сожжет Российскую Федерацию, может об этом заговаривать только тогда, когда у него дела в полном ауте. Ну правда, вы понимаете, да? Вы вспомните, я уже повторял, повторяюсь опять, перед большим нападением, когда там, не Бензи это говорил, убирайтесь до границ, НАТО убирайтесь до границ 97-го года. Ну помните такой разговор? Никто же тогда о перемирии не говорил. Серьезно. Сейчас, когда у них, вы рассказываете о том, что я говорю, когда говорю, там придут, я в 16-е, там придут, там, вот сейчас Петриот дают, там еще одну установку немца. Мне начинают возражать, что, а вам раньше Абрамсы давали, а вам дальше давали, то и вам не помогло. Как, блин, нафиг, не помогло? Ну как не помогло? Я вот сейчас, я вот буквально вчера сегодня выехал, с пацанами общался, с которыми год уже там на одной позиции находились. Они говорят, да ну год назад атаковали, блин, там танками, БМПшками, БТРами. Сейчас они пешком. Я своими глазами это видел, да. То есть, они умирают там, ну, в достаточных количествах. И, да, мне, блин, нафиг нравится на это смотреть. Ну, не могу. То есть, я совершенно не кровожадный человек, но я понимаю, что вот это сдохло у меня на глазах. Оно больше никого не убьет. Понятно? Так что, да, я действительно, еще раз Селеноврали на это все смотрел и думал, что, блин, да я радуюсь. Кто-то быстро из них умер, кто-то из них медленно доходил. Ну, нормально. Перемалывается, перемалывается. Все идет своим путем. И, понимаете, это большая разница. Этот пацан, с которым я разговаривал, он всего год, а я же, ну, на этом именно позиции. А там с 22-го года у меня есть посмотреть динамику, как, понимаете? Сколько у нас высыпали снарядов. Кстати, опять кабиком прилетел. Ну, слава богу, в этот раз без контузии. Просто там кассетное такое. По это самое. Я даже не знал, что кабы кассетными бывают. Ну, не в том дело. Ребятки, смотрите. Сейчас кто-то говорит. Зампред Центробанка говорит, что погибель, если мы с расчетами не разберемся. Российского Центробанка говорит, погибель нам грозит в нашей экономике, если мы не разберемся с расчетами. Нам надо заменять там хоть криптовалюта рассчитываться. Хоть как-то проводить. Россия не может просто. Вот сейчас она продает у него огромное количество там нефти, там лесов, алмазов, всего остального. И она даже что-то умудряется пропихивать через границы каким-то не вполне порядочным, чистоплотным странам. Но они назад боятся, блин, передавать свои юани, свои там какие-то лиры турецкие и так далее. Потому что вторичные санкции со стороны. То есть сейчас Россия должна свою нефть менять там, я не знаю, на что, на пачки чая, на матрешек каких-то японских, да? Да, я не знаю. Ну, то есть как-то натуральный обмен. Рассчитываться с кем-то за новые станки токарные, блин, бутылками водки. Ну, все как в любимых девяностых, в любимых россиянами девяностых. Все нормально, все идет своим чередом. И я говорю, как не помогли нам Бредли, как не помогли. Мы перехринячили огромное количество российских оккупантов. Просто немеряное, понимаете? Так что, и когда там говорят, а ваши тоже умирают, да, но мы свою страну защищаем. У нас как бы и выход от другого водя. Либо сдавайся, блин, и превращайся в россиянина, либо воюй за Украину, чтобы жить как украинец. Понятно? Ну, а то, что Россия едет обучать через месяц. Какой через месяц? Сегодня какой? 8 июля? 9 июля. 9 июля, блин, какое сейчас число? 9 июля. В общем, 8, 8. Потерялся уже в днях, но совершенно же нет ни понедельников, ни форников, ни фига. Так что я говорю. В 26 июля будет там какое-то уже заседание, и уже говорят, что ключевую ставку будут в 16 поднимать минимум до 17, а там уже до 18-20. Ребята, это, блин, понимаете, у нас в Украине 13,5 страны, на которые напали, но я уже говорил это. Там все далеко не так офигительно. Не просто так они вот это сейчас ныть начали про этот самый. Мы дождем, сейчас все в 16 придут и не помогут еще чуть-чуть. И не помогут еще чуть-чуть. И, блин, там, понимаете, это по щелчку вот так вот хлопнется все, потому что накопится куча всяких проблем. Нам помогает, ну, Запад нам помогает. Нам это как бы и будет помогать дальше, потому что он понимает, что мы сейчас Запад этот прикрываем. Польшу прикрываем там, даже Венгрию эту прикрываем, который сейчас там ездит этот Орбан, Жополис российский. Я не представляю, как они там, они забыли про 56-е, да, в 56-м году, по-моему, вздрючила, блин, Советский Союз в Венгрии. И это сейчас хмырь, блин, ездит, короче, даже не хочу про него говорить. Это такое унижение, по-моему, для народа, для страны. Это тыкать потом будут еще, как тыкали за Мюнхенские соглашения британцам, да. Кто там был? Чемберлен, я принес вам мир. Вот это такой же самый хмырь. В общем, не переживайте, дело медленно, но уверенно идет. А, F-16, все говорят, там, не переломят ситуацию. Не переломят ситуацию, но какую-то еще ступеньку мы преодолеем на этой пути к победе, понятно? И сейчас, ну, я вам говорю, сейчас видно просто по этим наступающим, в каком они говеном состоянии, говеном. Умирают тихо-молча, блин, нафиг. Уже без, без надежды. Все, ребят, напринимайтесь, все бы до Украины. Много хорошего нас ждет осенью уже, я думаю, в смысле военных действий в пользу Украины. Спасибо. Спасибо. Спасибо.